Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Иоаннеси, вещаю из Калгари Альберта. Сейчас на часах 9 часов 40, утро, суббота, вот мы попланируем с женой куда-то поехать, покататься на лодке где-то, в какую-то глушь, просто хочется перезагрузиться, и тем более, что завтра обещают дожди, лучше это сделать сегодня, неделя выдалась очень стрессовой для меня, ничто не помогает лучше как бы повязаться со стрессом, как просто как бы поход в те места, где вообще интернет не ловят, у нас тут очень много таких мест, едешь в горы, есть там и озера, и реки, мы хотим попробовать ловить рыбу, мы хотим покататься на лодке, почему только я с женой, потому что дети устали, мы купили лодку, мы купили мотор, ну такой бюджетный вариант, но мы не купили батарею для мотора, поэтому как бы только два раза были и гребли, дети устали от того, что типа нужно грести, но на самом деле всю греблю в основном делал я только, конечно же, ну вот мы решили с женой, наверное, провести вот такое безраздельное время, как называется. Сейчас я направляюсь к своему парикмахеру, это первый appointment, первый визит, скажем так, после карантина, сына мы пострегли на прошлой неделе, а я решил на этой неделе, друзья. Я, кстати, два раза, вот скажу вам честно, стригся сам, вот в течение карантина, просто мы купили набор там из этих машин для стрижки и там для бороды, и для головы, мы купили еще, когда мы переехали в Ньюбранск, в Сен-Стивене, в Сен-Стивене там маленький городок был, были барбершопы, там один, кажется, или два, но я помню по Англии еще, что, понимаете, эти барбершопы у них очень дорогие, ну как, дорогие достаточно. Как-то стригли сына, в Сен-Джоне мы ехали тогда, мы стригли сына, дали, я не знаю, то ли от 50 до 70 долларов за стрижку, вот эта машинка с тех пор осталась, и я пару раз себя стриг, ну, конечно, там одно машинка с насадками, но другое там, как бы, поправить вот эту шевелюру длинную, и сейчас я только к парикмахеру, друзья. А здесь в Калгари, вот в больших городах, ну, все есть, есть парикмахеры со всех уголков бывшего СССР. Я к тому, что можно найти те же услуги парикмахера по очень доступным ценам и очень классно на самом деле. Друзья, давайте мы поговорим о том, какие перспективы эмигрирования во втором полугодии 2020 года, или вообще какие перспективы, ну, попасть в Канаду, там, так или иначе, как студент, как рабочий, как турист, или там уже как постоянный резидент, друзья. Поехали! Давайте, ну, начнем с туристов, потому что идет и в чате общение. Я не против, чтобы люди там помогали друг друга, но, вы знаете, как люди там из искренних, чистых побуждений хотят помочь друг другу, реально, но вот многие просто не в курсе всех нюансов, всех новостей. Так, мне не нужно налево, сори. Всех новостей. И они дают иногда советы, которые просто, ну, не соответствуют действительности, или они не знают всю информацию, не владеют всей информацией и так далее. Они, конечно, искренне хотят помочь. И у нас, как вы знаете, мы все, большинство из нас вышло из страны совета, все любят давать советы. Но лучше всегда, я вам говорю, слушайте советы, слушайте рекомендации, читайте форумы, слушайте ютуберов, но всегда сопоставляйте информацию с официальными новостями и с официальными сайтами, друзья. По поводу туристов. Канада сейчас закрыта для туристов, даже для туристов из Америки, друзья. Для нас это такая, ну, как, больная тема, но она такая, знаете, как у медали, имеет две стороны. С одной стороны, для нас больная, потому что мы заплатили там где-то тысяча канадских долларов, друзья, чтобы получить визы в США. И мы когда позвонили, нам отменили интервью, потому что началась пандемия, и нам сказали, что деньги не вернут. Мы еще раз позвонили, нам назначили сейчас интервью на август, посмотрим. Но если граница закрыта, нам дадут визы, то нам эти визы еще понадобятся весь 2021 год, а в 2022 году мы уже подадим на гражданство, когда у тебя статус гражданина Канады, тебе не нужна виза в США. Тебе нужна виза в США только когда у тебя статус постоянного резидента, или ты, допустим, находишься здесь по временной визе, да? Вот только тогда тебе нужна виза в США. Ну, короче, вот для нас это больной вопрос с одной стороны. Мы хотим, чтобы нам дали визы, и мы хотим, чтобы границы открылись, чтобы мы могли хотя бы на Аляску поехать, потому что в континентальную, скажем так, США, в континентальную Америку мы не хотим, потому что там ситуация, вы знаете, очень неспокойная. Раз, а два, ситуация с коронавирусом наихудшая в мире, наихудшая. Поэтому, вот смотрите, я говорил, что туристам попасть сейчас в Канаду невозможно просто. Просто невозможно. Даже если у вас есть на руках уже туристическая виза, или даже если вы обладатель ETA, там Electronic Travel Authorization, то есть вы там обладатель паспорта ЕС или Израиля, или как-то еще у вас ETA есть. Даже так вы не попадете сейчас как турист в Канаду, потому что вас не пустят просто в Канаду. Если даже не пускают туристов из США, которые могут просто на машине приехать, друзья, то о чем мы говорим? Как они могут пустить туристов из Европы или откуда-то еще, понимаете, за пределами американского континента? Когда откроется граница для туристов, неизвестно. Я не думаю, что кому-то известно, потому что никто не может прогнозировать, как дальше будет ситуация, пандемиологическая ситуация с коронавирусом и так далее в мире и в Канаде в целом. Вот была новость 30 июня, если не ошибаюсь, что с 1 июля, как бы Министерство иммиграции, беженства и гражданства Канады, RCC, начинает обрабатывать туристические визы и ETA. Они это делают как бы проактивно, наперед, знаете, как заблаговременно, как бы предполагая, что граница откроется, чтобы там не было большой очереди вот этих кейсов, вот этих заявлений, с которыми они не смогут справиться, понимаете. Они начинают обрабатывать эти заявки, они начали уже обрабатывать на самом деле, уже обрабатывают, но пока в Канаду попасть по ETA или по туристической визе невозможно. То есть они это доделают на будущее, могут даже кому-то дать, понимаете, эти визы туристические, но если только откроется канадская граница, только тогда человек сможет попасть в Канаду. Знаете, кому сейчас дали исключение по туристической визе? Дали исключение только родителям и дедушкам и бабушкам. Вот мы сейчас оформляем туристическую визу для мамы и жены, просто мы с ней хорошо ладим, и мы много лет жили вместе, и дети скучают по ней, и она хочет сюда, рвется, наши дети, это ее действенные внуки. Вот так у нас едет, смотрите, тын-тын-тын. Только родителям, и мы сейчас подадим, и я, конечно же, озвучу вот на Ютубе, конечно, я озвучу, как у нас получилось, не получилось. Вот мы сейчас должны получить все документы из Молдовы, от сестры жены, для мамы ее, и мы посмотрим, как оно получится. То есть туристическая виза только для родителей, и дедушек, и бабушек, на самом деле, сделали исключение, и там тоже нужно доказать, что они уедут обратно, что у них есть достаточно денег здесь, что о них позаботятся, что будут приняты меры по карантину после прибытия, есть где жить, что будет письмо, как бы кто-то будет приглашать их, кто-то будет о них заботиться. Им тоже нужно много чего доказать. По поводу рабочей визы, друзья, рабочие визы выдают, но в Канаду пускают только тех, у которых есть и рабочая виза, и джоб-уофер, чтобы человек сразу приехал, допустим, ну, грубо говоря, и стал за станком, и начал работать, или там не за станком где-то еще, понимаете? Если у человека есть просто рабочая виза, но и нету джоб-уофера, в Канаду его не пустят просто, у него будут проблемы на границе, на границе его могут урнуть обратно. Просто, понимаете, в Канаде сейчас такая ситуация с безработицей, да, вот за июнь добавилось новых 1 миллион рабочих мест, но показатель так и не подошел к предыдущему уровню до пандемии, и тут многие сядут на пособие, поэтому Канада не хочет, чтобы кто-то еще приехал и опять встал на пособие. Если человек попал в Канаду, и он не может выехать из-за пандемии, и он не может работать, допустим, или потому что вот эта ситуация, он должен что-то жить, и Канада, конечно, заботится о всех резидентах своих, и о постоянных резидентах, но и о временных резидентах, друзья, резидентах. Друзья, продолжаем, я уже постригся. Итак, заявки на обрабатывание тур-виз и виз по работе принимаются. Как я говорил, будет возможность попасть всем только когда откроется граница. Когда откроется, никто не знает, но, конечно же, Канада взмет плату за то, что обработать вам визу, но если вы не получите въезд, если граница не откроется, то уже форс-мажор, конечно, никто вам деньги не вернет, но просто, чтобы вы знали. По рабочей визе можно приехать только если есть предложение о работе. Кстати, по поводу учебной визы, обрабатываются заявки, и, как я понял, пускают студентов и будут пускать сейчас, например, с нового учебного года, с сентября. Здесь как-то проще, но, понимаете, многие обращаются, вот я хочу учиться в Канаду, так вам нужно сначала договориться с учебным заведением, чтобы оно вам дало letter of acceptance, что нас воспринимает, понимаете. Потом мы можем вам помочь как бы подать на студенческую визу. Мы все хотим, чтобы границы открылись. Если вы в курсе, с американцами не пускают сейчас Европу, канадцев пускают в Европу, потому что в Канаде ситуация намного лучше. Вот сейчас еще и, как вы знаете, Трамп запретил там иммиграцию в США, ну, по крайней мере, на 2020 год запретил там эти грин-карды, и многие говорят, что он плохо делает, там плохо, хорошо, критикуют его, но, опять же, какое население у США, какое население у Канады. Поэтому Канада не закрыла как бы иммиграцию, наоборот, она хочет ее как бы апгрейдить, хочет ее ускорить, увеличить там и так далее. Потому что Канада нуждается в иммигрант. Есть люди, которые спрашивают, вот, ну, там писали, почему там нужно заплатить за IELTS, почему нужно еще Канаде какой-то типа конторе заплатить за то, чтобы я, допустим, эвалюировал свои дипломы, даже если, допустим, у меня только средняя школа закончена, я понимаю, если там университет и так далее, зачем мне платить 200 долларов. Ну, вы знаете, как бы не в той позиции, чтобы ставить условия. Канада сейчас ставит условия, потому что спрос рождает предложение, потому что в Канаду очень много желающих стремится попасть, ну, очень много, ну, намного больше, чем Канада планирует принимать, нам в разы больше. Поэтому тут Канада ставит условия. И не забывайте, что иммиграция для Канады, там, выдача виз и так далее, туристических, студенческих, рабочих, это все бизнес в Канаде, это еще одна из статей доходов в Канаде, в канадскую казну. Я даже предполагаю, что они запустили сейчас вот эту, знаете, как обработку туристических виз ETA. Ну, конечно, они не хотят, чтобы там у них потом накопилось очень много работы, но, с другой стороны, они на этом и заработают на самом деле. Они на этом заработают и, в принципе, как бы получится открыть границу, не получится, уже как время покажет, это ни от кого не зависит. Но для обработки, понимаете, вы платите для обработки кейса, вы не платите для результата. Вот мы сейчас тоже подадим, как я говорил, на визу. Везде пишется, что вы платите за обработку кейса, вы не платите, что вам гарантированно дадут эту визу, допустим, в данном случае нам туристическую визу. Также все то же самое и с другими визами, понимаете. Все платится за то, чтобы вы, за обработку кейса, за то, чтобы вы рассмотрели ваш кейс. Но результат, получите вы визу, это не гарантируется. И еще, даже если вы получите визу, попадете ли вы в Канаду, тоже это нельзя гарантировать, это не гарантируется. Я как-то сделал видео по поводу, там, интервью с пограничным офицером в Канаде. Знаете, как, ну, я не знаю, я сейчас не говорю, это потому, чтобы кого-то испугать или, там, какую-то негативную информацию, или, я не знаю, там, как-то набить цену нашим, нашим этим услугам по миграции. Нет, я всегда пытаюсь говорить искренне и говорить, как есть на самом деле. Ну, если воспринимается по-разному, ну, извините. Но, на самом деле, вот офицер говорил, что мы можем турнуть людей даже с визами, даже с документами на границе, потому что это прописано даже в законе, что можно турнуть людей, если там что-то поменялось у них или поменялась какая-то ситуация. И вот, возвращаясь к теме, какие, допустим, сейчас перспективы попасть в Канаду в оставшие 6 месяцев 2020 года. Допустим, вот эти выездные сессии от антических провинций, но в основном делала Нью-Брасик, потом делала Destination Канада, делала Квебек, да. Они все, как бы, запланированы, как я понял, ну, по Destination Канада, как минимум, на 2021 год. То есть, в этом году не стоит ожидать выездных сессий. В этом году, вот, набираются люди вот так. Вот мне, допустим, бывший мой рекрутер попросил отправить резюме, которое я там, ну, которое у меня есть, может быть, знакомые, которые хотят эмигрировать на те и те должности. Я уже отправил, я думаю, что это уже ворота закрылись. Далее предложение о работе, начиная с октября, вот, понимаете. Это тоже, чтобы люди там имели, как бы, возможность сделать документы и так далее. Но сразу подойдите на визу, сразу подойдите, если по Атлантике, подойдите на пиар. Да, и пока один едет, работает там, чтобы место сохранить, чтобы все документы были в порядке, ждете пиар, и другие приезжают. Вот такие перспективы в 2020 году. То есть, понимаете, как турист приехать и здесь на месте искать работу, или здесь на месте искать учебу, и потом здесь на месте поменять свой статус на рабочего, или статус на студента. Ну, сейчас не получится, понимаете. Сейчас не пускают по Тульвизе. Далее, ну, вот только остается, что по рабочей визе с предложением о работу, о работе, предложение о работе нужно искать только дистанционно, потому что инфосессии уже не будет в этом году, дай бог, чтобы они были в следующем году, и так далее. И ситуация, понимаете, у всех эта ситуация поменяла планы. У нас очень сильно поменялись планы, ну, очень сильно. Вот, ну, просто планы просто как бы были разрушены из-за этого коронавируса. Ну, что мы можем делать на самом деле? Я понимаю, что многие люди там как бы недовольны, ну, а что можно сделать на самом деле, если что-то выше твоих способностей как-то повлиять на ситуацию? Я не хочу сказать, что, знаете, как все плохо. Я просто хочу как бы дать реалистичную картину вот сложившейся ситуации попадания в Канаду на оставшиеся как бы месяцы 2022 года. Как будет в 2021 году, посмотрим. Но в 2020 году я считаю, что человеку нужно тратить время, чтобы он улучшил английский язык, поднимал английский язык. Вот у нас сейчас предстоит сдать IELTS Academic. Мы тоже взяли платные курсы, кстати, мы сделаем рекламу потом на эти платные курсы, но уже кого-то, если заинтересует, где обратиться, чтобы учиться, хорошие преподаватели, хорошие курсы, пишите в личку, я вам дам данные нашего преподавателя по английскому. Итак, друзья, вот смотрите, что вам нужно сделать за это время. Вам нужно просто улучшить свой английский, вам нужно поставить документы в организации, которые занимаются эквивалацией или оценкой ваших дипломов, эквивалация вашего уровня образования по стандартам. Это стоит денег. И я знаю, что многие кейсы зависят. Не могут люди получить обратно свои оригиналы и так далее. Ну, потому что все эти, все работают в таком удаленном режиме из-за карантина офицеры там или вот работники вот этих организаций, которые занимаются оценкой дипломов. Но вам нужно это сделать. Вот первый шаг, я не знаю, я сделал даже видео, многие спрашивают, что нужно сделать, это чтобы у вас была оценка вашего языка и оценка вашего образования, чтобы вы были готовы. Займитесь этим, пока вы найдете там предложение о работе, пока вы сможете посетить выездную сессию. Понимаете, в Канаду нельзя просто так приехать, как ты едешь в Европу и устроиться на работу. Здесь нужно иметь предложение о работе, чтобы тебе дали рабочую визу. Так, без предложения работы тебе никто не даст рабочую визу. Пока вот эти последствия карантина не спадут, трудно будет найти это предложение о работе, потому что сами канадцы сидят многие без работы, понимаете. Поэтому в это время вы направьте на то, чтобы улучшить ваш английский постоянно. Сдайте не только на 4, на 5, но постарайтесь сдать на 6, 7, 8. Поднимите уровень вашего языка. Поднимите даже уровень вашего образования. Я вам говорю, как уже иммиграционный консультант. Чем выше ваше образование и выше ваш уровень язык, тем больше у вас шансов даже по экспресс-энтри. Научите параллельно другой язык. Если вы знаете французский, научите английский. Если вы только знаете английский, научите и французский. Это опять дополнительные баллы. Понимаете, это высшее образование. Сдайте там не просто высшее образование. Сдайте там на мастерат, сдайте там на докторат. Тем больше у вас шансов, тем больше у вас шансов даже здесь хорошо устроится, в Канаде. Поэтому не тряйте время зря. Знаете, как нет худа, без добра. Это время, пока, может быть, вы не сможете попасть в Канаду, прямо-таки физически. Дайте на то, чтобы вы подняли свой уровень квалификации, как иммигранта. Опыт работы можно наработать за это время. Кстати, если один опыт работы невостребованный, переходите на другой опыт работы, который востребованный. Минимум годы вы можете податься по Атлантике, по Руралу. Но чем больше, тем лучше, понимаете. Я пошел и наработал год опыта работы. Нету безвыходных ситуаций. Нужно и нету ситуаций, в которых как бы все плохо, понимаете. Всегда есть лучики надежды и всегда есть чем заняться. Займите собой за все это время. Улучшите ваш уровень языка, ваш уровень образования, улучшите ваш опыт работы и так далее. Улучшите ваше материальное состояние, не знаю, как улучшите. Оно вам тоже понадобится для иммиграции, там, наличие средств. Но есть требования по иммиграции, сколько у вас средств. Это не просто, как вы знаете, как есть у вас, нету. Если нет нужного количества денег, вы не сможете иммигрировать и так далее. Итак, друзья, я на этом заканчиваю. Я надеюсь, вам дал реалистичную картину и вектор движения. И все-таки это звучит довольно-таки обнадеживающе, оптимистично. С вами был на связи Леонид Юниси. До новых встреч в эфире. Пока-пока.